Настоящий мужчина должен в жизни совершить три глупости, о которых он потом не должен жалеть. Ну, первое, это жениться, второе, это купить своей супруге норковую шубу, и третье, это сделать ремонт. Ну, я тут вообще глупец, потому что делаю себе второй ремонт, потому что ремонт, это то самое минное поле, на которое наступать, ну, в принципе, не хочется никому. Почему? Потому что строители, вот они те самые, козявки нехорошие, ты вроде одну смету нарисовал, а потом, плюс это то я забыл, это, краски не хватило, еще чего-то, пятое, десятое. В итоге ремонт становится золотым, и это практически у всех, потому что строители, ну, ладно, это очень талантливые, одаренные товарищи, и подчас им как-то вот хочется чуть-чуть сэкономить и немножко себе заработать. Тем более, что отдельные фирмы способствуют им в этом, выдают всякие скидки и все остальное, поощряют, тем самым их немножко, вас это, чуть-чуть того, обмануть. Мы давайте все-таки откроем серию под названием «Честный ремонт», вместе с магазином «Бригадир», магазином строительных материалов, который располагается вот здесь, вот, на улице Ленинградской, центр города, очень удобно. Еще раз, вилла вбок тем, кто живет за улицей Грязнова. Мы вот здесь вот счастливо и спокойно, без пробок живем. И, в принципе, сюда доехать так же просто по объездной проехали, либо по советской обратным направлению. Направление и движение в спальные районы. Я бы с удовольствием прошелся в очередной раз и по ним, но транспортные проблемы – это тема другой передачи. Сегодня проблемы строительства мы затронем. Строительства и ремонта. Хотя, сразу прокатимся по мифу, типа, в Ленинском районе все дорого. Так вот, это, мягко говоря, не совсем так. Продукты здесь самые дешевые. Дома здесь самые честные. Квартиры самые тихие. И цены на стройматериалы в «Бригадире» самые низкие. Да это пускай там, на юге, в смысле юге города, байка-попроходняк непомерный и по стимулирующей торговлю ласкает уши фраера. Опытный и расчетливый здесь, не торопясь, выбирает то, что нужно. Так как в толпе и суета, и праника, а здесь разум, опыт и, мягко говоря, очень большой ассортимент. Сегодня будет доставаться строителям и по делам. Потому что я нахожусь, я сижу рядом с тем, на что молятся все строители. Это сухие смеси под фирменным брендом «Ротбанд». Тут недавно глаза открыл, проезжал по улице Московской и увидел фирменный штендер «Ротбанд». Посмотрел телефоны челябинским. То есть, держите все. «Ротбанд» делается в Челябинске. То есть, когда вам говорят, что это что-то и с чем-то, то в принципе, какая разница-то? Вопрос в том, с чем человек привык работать и умеет ли он работать. В данном конкретном случае я всех своих и ваших тоже строителей предлагаю отправить на 150, может быть, на 200 лет назад. Зимний дворец и Кремль и все остальное, то, что стоит сейчас и что удивляет своим величием, строилось без Ротбанда, кстати, без Фюгенфюлера и всего остального. Естественно, на дворе, в общем-то, второе десятилетие 21 века. Естественно, то, что делается в России, может сделано быть и из других материалов. Вот, к примеру, сухие смеси «Брозакс». При этом эти смеси дешевле Ротбанда практически в два раза. Ну, тут ладно, Ротбанд в бригадире самый дешевый в городе, но когда есть аналогичные смеси по 185, допустим, рублей, причем, ну, практически того же веса, и на них еще и скидка, то это, в общем-то, заставляет задуматься и выбрать, может быть, другую бригаду, которая умеет работать и у которых руки вставлены из того места, откуда надо. И у вас есть возможность на практике убедиться в этом. Вот так «Брозакс» кроет ужасаемую ранее взгляд поверхность. Еще раз напомним, думайте прежде, чем тратить деньги и не попадайтесь на разводку, так как типа дорогие материалы и типа дорогие ручки – это одно и то же. Грамотнее и лучше купить «Брозакс» в бригадире, а на сэкономленную дельту вам, строитель проверенный, такую красоту наведет. Материалами, приобретенными здесь же, что от удовольствия вы будете и хрюкать, и повизгивать, и не только в период обмывки нового ремонта, но и гораздо дольше. Вообще, если честно, то первый презентационный материал у меня вышел вот с такими ахами и вздохами. Это только потому, что мне, Плюшкину, потратили на вещи необходимые, здесь в кайф пришелся ассортимент именно недорогих материалов, выглядящих не хуже крутых и навороченных, представленных здесь же. Честно говоря, вот супермаркеты в России, это не совсем супермаркеты, это подобие супермаркетов. Ну, если там товары всего-то, ну, тысячи наименований, здесь в бригадире не тысячи наименований, здесь гораздо больше. Здесь есть возможность делать и дорогой ремонт, и ремонт попроще, ну, и так, что-то подремонтировать. Причем, кое-что, точнее, все можно сделать своими руками. И достаточно быстро, здесь быстрые материалы. То есть, ну, обои, это быстро. Краска, это тоже быстро. Ламинат, это совсем быстро. А вот кафель, это в другое место. То есть, ну, вместо кафеля можно или нулю положить, в конце концов. Это тоже быстро. Еще одну тайну открою и немножко опять. Дело в том, что даже финские эмали производятся в России. Поэтому смысла-то нет. Являясь фирменным дистрибьютором, фирма «Бригадир» предлагает вам эмали. Рассвет и орел. И даже коробка сделана так, что любо-дорого посмотреть. Я не знаю, где такую полиграфию берут и кто-то их делает, но потихонечку, конечно, жить в России начинает хотеться. Осталось нам, ну, машина делать достойной. Хотя, в принципе, тазики выполняют свою функцию. Реально ли здесь сэкономить? Да, реально. Сколько можно сэкономить? Ну, очень немало, если вы занимаетесь ремонтом, допустим, трехкомнатной квартиры или в доме. Порядка 100, может быть 200, может быть 300 тысяч. Но эту сумму обычно кладет в карман себе на скидках тот самый человек, которого вы выписали по газетке. Очень скоро в программе «Дом не милый дом» появится бригада. Ну, точнее, фирма, которая будет вас сопровождать и делать вместе с вами, с моим фирмой «Бригадир» честный ремонт. То есть вы тогда поймете разницу и в качестве, и в цене вопросов. И мы ни в коем случае не имеем в виду, что здесь дешево до безобразия. Здесь авторитетно, правильно. И экономя на одном, можно так навернуть в другом, что по качеству будет выглядеть безупречно. И ощущаться шикарно и дорого. И тут надо понимать, что «Бригадир» это то место, где реально можно купить все, не заморачиваясь на поиски в других местах. Вы, наверное, так же, как и я, ремонтируетесь. Да, ремонтируемся. Но не я, а родители. Вы родителям помогаете, да? Ну, нет, родители просили посмотреть. Мы здесь просто были. Вот выбрали ламинат, пришла посмотреть, есть он в наличии или нет. Сколько проехали вообще фирм? Фирм, ну, только в стройдворе были. Потом сюда приехали. Здесь дешевле. Дешевле, чем в стройдворе? Стройдвор же это рынок какой-то. Нам, казалось бы, должно быть все дешево. Дешевле и выбор получше. Больше ассортимент. И дешевле. Вообще тут дешевле, обои дешевле здесь. Ну, а если не секрет, до стройдвора вы сколько добирались по пробкам? Ну, минут 40, может быть. А до суда? До суда? А до суда пешком дошла. Так что более чем авторитетно заявляем. Честный и быстрый, а главное, качественный ремонт сегодня возможен. И когда вы выбираете квартиру, задайте вопрос правильно. Этот ремонт, произведенный какими материалами? И где купленными? Если в бригадире, то все честно. Если присутствует только фраза евроремонт, то это не всегда так-то оно и есть. Конечно, дальше мы плотнее остановимся на деталях, но у меня лично впечатление от настоящего супермаркета высококачественных и одновременно доступных материалов от бригадира самые радужные. Вот это обилие строительных материалов, которые мы вам показали, оно упрощает жизнь. Тем более, когда все в одном месте, все буквально от гвоздя до клея, ну в смысле завершающей стадии. Шпатлевки, штукатурные смеси, ламинат, обои, все что есть. Ваше дело комбинировать и ваше дело понимать, кому вы платите деньги. Я проехал действительно очень много магазинов, хороших и разных, остановился здесь, потому что этот ассортимент меня устроил. Здесь занимаются своим делом, одновременно с этим не продавая ни спальни, ни кухонные гарнитуры. Вот четкое направление. При этом, ну, материалами вы действительно можете комбинировать. То есть, ну, часть, допустим, сделать из пластика, часть сделать из обоев, часть из ламината, и у вас получится свой неповторимый дизайн. Естественно, фирма «Бригадир» имеет остро выраженную социальную направленность, и пенсионерам здесь значительные скидки. Поэтому для некоторых категорий жителей города Магнитогорска ремонт – это не такая страшная вещь. И, естественно, почему приятно здесь именно работать? Вы приезжаете, вас не обсчитают, навешивают точно в граммах, а дальше вы уже нагибаете своего прораба, чтобы тот четко расходовал материалы. Ну, а если же он перерасходовал материалы, то это его проблема. И пускай он приезжает сюда, ну, в любом случае, на большие деньги он не попадет. Зато научится работать честно. Как работает честно фирма «Бригадир», ну, магазин «Бригадир», который располагается вот здесь, в центре города, на улице Ленинградской, 34. Это пересечения Ленинградской и Карла Маркса.